В этом году из 13 домов, ремонтируемых в городе по федеральной программе капитального ремонта жилья 3, номер 70, 62 и 66, располагаются на улице Горького. Возраст этих пятиэтажных хрущевок почти 40 лет. За это время пришли в негодность коммуникации, одрехлели фасады. Капремонт этих домов ведет фирма «Профи». Жильцы довольны и таким нарядными светлыми фасадами, и внутренней отделкой, и качеством работ по замене коммуникации. И тышу делали, и подвал делали, много. Мы теперь будем жить в Тосимовом доме, побелили нам чистенький дом Тосимовый. Мы, жильцы, посытаемся еще сделать полисадники, все, чтобы наш дом был отличный. Очень у нас затяжный дом, поэтому у нас все получилось. Дом номер 30 в 12 микрорайоне по объему предстоящих работ коммунальщики оценили как проблемный. Дом заселяли в 1979 году, а до этого он еще 4 года простоял недостроем. Тендер на проведение капремонта выиграла фирма «Строидизайн-проект». В данный момент мы выполняем 8 домов капитальный ремонт. На этом доме уже заканчивается работа, ну еще, может, дней 10. Утеплена кровля, сделан теплоотечественное здание, утеплена кровля, фасад здания, заменены сети внутренние. В общем, программа очень хорошая для жильцов, и гораздо будет комфорнее людям в этом доме находиться. Людмила Никифоровна Костова домком со дня заселения, и все проблемы дома номер 30 знает хорошо. Было трудно убедить людей принять участие в программе. Жильцам предстояло внести 15% от общей суммы стоимости ремонта. Было некоторое недоверие, и за работой стройбригад пристально следили активисты дома. Сейчас капремонт близится к завершению, и жители дома признаются, что после окончания работ отпразднуют настоящее новоселье. Я живу на верхнем этаже, и постоянно, постоянно оно заливало, как только дождь, оно в эту трубу почему-то не шло, или оно вокруг там, ну все заливало, поставляли тазики, чашки, все, что хочешь, в ряд, бежали спасать девятый этаж для того, чтобы, ну, это... Спасибо, спасибо. Очень хорошие люди, очень хорошая организация, все качественно делают. Краны поставили подвали, каждый стояк можно отключать. И в квартире поставили краны, можно регулировать тепло. Уплили сильный снаружи, везде, и мы надеемся, что все-таки у нас отопление будет идти меньше. Если счетчик там стоит, с нас и денег, наверное, будет брать меньше. Правильно, Дима Григорьевна? Вот это наша надежда. Внутри у нас очень много сделано. Полностью, можно сказать, подвал, даже утеплили, потолок утеплили, чтобы первым этажом было тепло. Все вычистили, все сделали идеально там. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа-регион.